Тело Беслана Маланзия с огнестрельным ранением в область грудной клетки было обнаружено 2 октября примерно в 20 часов напротив Тамышской школы-интерната на территории кладбища. По факту убийства создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа квалифицированных работников прокуратуры МВД и СГБ, который руководит заместитель генерального прокурора Абхазия Мяне Логуа. Он ехал на своем автомобиле ВАЗ-2107, возвращался с работы из Кальского района, свернул с центральной трассы на проселочную, которая ведет к его родительскому дому. Вот там он, видимо, был остановлен преступниками, а затем и произошло убийство недалеко от дороги на территории кладбища. Как рассказывает Амяне Логуа, предположительно, преступников было несколько. Следствие не исключает, что убийство Беслана Маланзия напрямую связано с его профессиональной деятельностью. Применялось оружие автомат калибра 5,45 мм и пистолет калибра 9 мм. Убийца был не один. Убийство совершено группой лиц. Рассматривается несколько версий, в том числе и версия, связанная с его служебной деятельностью. В Государственном таможенном комитете также не исключают версию преступления на профессиональной почве. Тех зверей, которые эту акцию совершили, я и могу сказать одно – мы не испугались. Никому еще не удалось за 20 лет запугать абхазскую таможню. И та работа, которую проводил Беслан Денисович на гальском направлении, она будет продолжена. И все задачи, которые перед нами поставило руководство страны, все они будут выполнены. По словам Даура Кубахия, который проработал с Бесланом Маланзия более 20 лет, это был добросовестный сотрудник и хороший человек. Трое его детей – жена и мать. Как говорит главный таможенник Абхазии, не останутся без внимания Госкомитета. Семью Беслана Денисовича мы без внимания не оставим. Будет сделано все возможное, чтобы поддержать этих людей в этот непростой для них момент. В настоящее время следствие ведет допрос свидетелей и изучает найденные на месте убийства улики.